Разве мы, говорит Господь миров, не сделали для вас землю широкой и уютной колыбелью, а горы кольями глубоко вкопанными в землю? Земная поверхность, как сказано в Коране, подвержена сдвигом, горы, расставленные в нужных местах, удерживают ее. Арабское слово земля женского рода, гора мужского. Земля дает рождение. Использовано слово михада, махад, материнская колыбель. Мужчина описывается в Коране как опора семьи и стабильности, тимкин, сакина и так далее, и так далее. То есть в шестом-седьмом аятах Аллах ставит землю и гору вместе, как бы делает их парой. И уже в следующем восьмом аяте Он говорит, мы сотворили вас, мужчин и женщин, парами. Разве это не прекрасно? Рассмотрим подробнее первую часть. Земля и горы соединены вместе. Представьте это визуально. Вот перед вами огромный участок земли и самое выдающееся на нем что? Горы. В конце этого коранического фрагмента читаем про огромное небо и самое заметное в этом небе что? Солнце. То есть Всевышний начинает с этого обширного пейзажа и тем, что на нем выделяется, горы, и заканчивает обширным небом и тем, что на нем выделяется, солнце. Именно так начинается и так заканчивается отрывок. Пара и пара. Как я сказал, в восьмом аяте Аллах упоминает, что сотворил мужчин и женщин парами, а в десятом-одиннадцатом аятах Он говорит, ночь мы сделали одеждой, одеянием. День мы сделали жизнью, временем активности. То есть сначала Он говорит мужчины и женщины, а затем сравнивает их с днем и ночью. Поистине удивительно. И в другом месте Курана Всевышний Аллах клянется ночью, днем, клянусь тем, кто сотворил мужчину и женщину. Тема в глубине океана. Профессор Дурга Рао является экспертом в области морской геологии, профессор в университете короля Абдул-Азиза в Джидде. Его попросили прокомментировать следующий аят. Дела безбожного человека, как и он сам, подобны многослойной тьме глубокого моря, покрытому волной, увенчанному волной, увенчанной темными облаками, темнота поверх темноты. Человек даже перед собою протянутую собственную руку не в состоянии разглядеть. Кому Аллах не даст божественного света, у того его не будет. Куран, сура 24, аят 40. Профессор Рао сказал, что ученые только недавно с помощью современного оборудования смогли подтвердить, что в глубинах океана царит тьма. Человек может нырять под водой без посторонних приспособлений не более чем на 20-30 метров и не способен выжить на глубине более 200 метров. Аят относится не ко всем морям, потому что не каждое море можно описать как густую многослойную тьму одну поверх другой. Это относится именно к глубоким морям или глубоким океаническим участкам, поскольку Куран говорит «тьма глубокого моря». Многослойная тьма — это про глубокий океан по двум причинам. Первое. Спектральный состав солнечного света включает семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. При попадании на воду лучи света преломляются. Верхние 10-15 метров воды поглощают свет красной части спектра, поэтому если дайвер, оказавшись на глубине, к примеру, 25 метров, получит ранение, то не сможет увидеть красный цвет своей крови, потому что эта часть света уже не достигает этой глубины. Оранжевые лучи поглощаются на глубине от 30 до 50 метров, желтый — 50 — 100, зеленый — 100 — 200, голубой на глубине чуть более 200 метров, синий — фиолетовый — еще глубже. Из-за последовательного исчезновения цвета, один слой за другим, океан постепенно становится темнее. Можно сказать, что тьма возникает в слоях света. Ниже отметки в 1000 метров — полная темнота. Второе. Солнечные лучи поглощаются облаками, которые, рассеивая световые лучи, создают под собой слой темноты. Это первый слой тьмы. Когда лучи света достигают поверхности океана, они частично отражаются от поверхности волн, придавая воде сверкающий вид. Следовательно, волны, отражающие свет, также причина темноты. Неотраженный свет проникает в глубины океана. То есть океан состоит из двух частей — верхней, характеризующейся светом и теплом, и глубины, характеризующейся темнотой. Поверхность еще больше отделяется от глубоководной части океана волнами. Внутренние волны покрывают глубокие воды морей и океанов, потому что глубинные воды имеют более высокую плотность, чем воды над ними. Тьма начинается ниже внутренних волн. Даже рыбы в глубине океана не могут видеть. Единственный источник света — их собственные тела. В Куране упоминается тьма в бескрайнем глубоком океане, наполненном волнами, увенчанном волнами. Другими словами, выше этих волн — еще больше других волн, то есть тех, которые находятся на поверхности океана. Аят Курана продолжается, увенчанный темными облаками, глубины тьмы одна поверх другой. Эти облака, как мы сказали, являются еще одним барьером, еще больше вызывающим тьму за счет поглощения цветов спектра на разных уровнях. В завершении профессор Дургарау сказал, 14 столетий назад человек был не способен объяснить это явление так подробно. Информация могла быть получена только из высшего источника. Субтитры создавал DimaTorzok